Доброе утро всем! У нас третий день. Идем на, получается, последний день с мастер-классом. Сегодня их три подряд. Физически, конечно, тяжело это выводить из-за того, что мы мало спим. Сегодня у нас уже были кошмары утренние в виде таракана и комментариев. Просто девочки в шоке. Они как бы не сталкивались с этим всем. А потом зашли почитать комментарии. Ну, там просто, ну, вы прекрасно знаете, что у меня может быть за фигуры, за то, что это за танцы, вульгарщина. Мужчины на каблуках это какой-то... Мы просто девочки в шоке. И я думаю, я уже настолько к этому, наверное, привыкла, что для меня это не особо удивляет. А люди вокруг моего возраста плюс-минус, они в шоке. Да, о какой свободе может идти речь, я не знаю. И, кстати, по поводу мужчин на каблуках это как бы база. Они танцуют на каблуках, и это, можно сказать, даже их стиль. Да, Ксюша, ты в красном, из лифчика это ужас какой-то. Бульгарщина. Я сейчас, наверное, на месте твоего мужа бы. Прости, Господи. Прости, Господи, да. Прости, Господи, да. Прости, Господи, да. Почему-то здесь, может, все. Наше вульгарное трио. Вульгарщина. А может, на глазах всей моей лисе? Реально. Быть и товарней. Да. Спасибо. Да, столько комментариев про то, что ты что в лифчике. Что это за вульгарщина. Ребята, тут в таком лисе танцуют. Вот девочка слева относит. Просто, ну, просто в обычном тоже лифчике. В белье приходит, в просвечивающемся. Ксюша, да, в красном провокационном комбинезоне. И туфли красные, ну, вообще, без мужчинок. Рыжие, написали, шоколадные. Реально. Друзья, ну, что я могу сказать. Закончились наши мастер-классы. Кэмп подошел к концу. Еще осталась только вечеринка, которая сегодня будет в 8 вечера. Ну, там, как бы, и вечеринка, и выступления от танцоров будут. По-моему, не только, а там танцоры будут. Там кто-то петь будет? Кто-то будет даже петь. Вот. Мы покупали билеты еще заранее. Там, по-моему, по 600 гривен, если на гривы переводить. Мы туда сходим, посмотрим, как там. Сегодня мы решили не ехать никуда дальше, прям вот в своей территории, потому что у нас не так много времени до вечеринки. И мы достаточно такие, конечно, уставшие. Мы ели, наверное, вытерпели все втроем уже конец, потому что, ну, было физически тяжело, но очень круто. Особенно последний мастер-класс, сейчас ставлю сюда лектора. Как его звали? Энтони. Энтони, вот. Я все время забываю, поэтому для меня это все очень сложно. Но он был просто, просто душечка, я не знаю. Мне на его мастер-классе понравилось больше всего. Его спокойствие, вот, которое он нес, оно настолько передавалось. Это было очень круто. Это было не похоже на других просто. И он на всех смотрел, всех поддерживал. Очень много групп танцевало, разные все люди танцевали. И это было здорово, было прикольно, когда он поставил мальчиков танцевать. Только мальчики. Я сейчас вам покажу, вот, под свой голос, чтобы вы порадовались. Те, кому нравятся мальчики на каблуках. Но, ребят, надо отдать им должное. Типа не офигенно, то какая разница, мальчик или девочка, если с танцами, кажется, все равны. Вот, поэтому эмоции получили просто куча. Там и на видео снимали, и фотки были. Может, где-то мы даже себя потом найдем. Сейчас мы приняли душ все. Вроде бы все. Все. Не важно. Короче, мы пересобрались и пришли в ближайшее заведение, чтобы попробовать тортильяс испанский. Вот, прям колоритненько. Мы тут сидим, сзади лавочка, тут вокруг все такое прям супер-мега испанское. Очень хочется кофе в Старбакс опять. Мы прям очень вкусненько, не могу. В общем, все прекрасно. Надеюсь, вы за меня рады. Мне напишите опять очередной бред про лифтики, попы. Я не знаю. Да, это просто. Мне уже стыдно, что девочки такое читают. Ребят, правда. Ну, задумайтесь о своем поведении. Надо быть добрее. Боже. Наверное, испанцы все ест и сейчас. Но это не точно. Расис. Я не ожидала, что оно так выглядит. Это яйцо. Ну, там картошка есть. Обалдеть. Это надо сфоткать, девочки, я считаю. Я уже не могу. Надо сфоткать, кушать, а я буду сфоткать. Ребята, глядите, какая красота. Что, все вкусно, вкусно? Да? Интересно. Ну, все. Заведение называется. Бар, ресторан, тэх, отэл, мадрид, рио. Вот, пожалуйста. Мы с тобой здесь. Ксюша пьет... Что ты пьешь? Макиято, карамель, айс, карамель, макиято. У меня в третий раз уже этот эспрессо с коричневым сахаром. Очень вкусная штука. Соня берет что-то интересное всегда. У меня была фарпучино, теперь пинг, коконут, стар. И каждый взял какую-то вкусняску, я не знаю, что это. Что оно такое? Ну, что-то с орехсовой пастой. Какая-то маленькая конфетка. Напилась в кофе, съела две какие-то фигни невкусные. Шоколадная конфета внутри орехсовой пасты. Я что-то подобное ела, но намного вкуснее. Это вообще невкусно было. Ну, да ладно. Я осталась в торговом центре походить, посмотреть, что можно купить маме из того, что она просила. Сравниваю цены, хожу. Девочки пошли в квартиру отдыхать. Я не могу просто лежать. Если я лежу, мне потом становится еще хуже. Я лучше уже ночью посплю. Завидны людям, которые живут возле Зары Холм. Боже, здесь столько всего красивого. Ну, действительно, очень много для детей. Просто вот свечи там для дома, какие-то предметы для кухни. Просто офигенно. Тут, конечно, на самом деле, если построить шопинг, его можно строить классный. Я уверена. Периодически, конечно, накатывает грусть, потому что ты понимаешь, что здесь есть все. Не только в Испании, да? Рабочие торговые центры, большие, в котором разные магазины, разные бренды. Возможность куда-то ездить, летать, жить полную жизнью во всех смыслах. И, естественно, здесь никто не думает о нас. Они не обязаны думать. Но тебе просто грустно от того, что вот в твоей стране все так. Все так тяжело, и людям тяжело. И для нас уже все вот это привычное, обычное, жизненное стало декорингой. Ну, это просто... Это грустно, да. Да. Я не ношу такого рода украшения, но здесь такого все яркое в этом магазинчике. Такое прелестное, господи. Наверное, испанцы любят все такое, да? Ну, я не уверена, это я так придумала сейчас. Но мне кажется, что у них есть такое вот это жизнерадостное, наверное, очень позитивное, яркое. Любят, как мне кажется, выражаться, громкие. Поэтому все и так выглядит в этом магазине. Как испанцы. Такое все миленькое. Хотя это все, насколько я поняла, Китай. С девочками собрались. Все очень интересно оделись. Ксюша и Соня так и по-особенному. Потому что я так не одеваюсь. Для меня это, ну, необычно очень. Мне это прикалывает, но я так не умею. Вот. На вечеринку, о которой я вам говорила. Оделать как на белую стильку. Белую всегда злую, кто будет. Ну, праздничное. Всем привет от мамы. Потрясающе красиво здесь, ребят. Очень красиво. Вот все, что мы проезжали до открытого рта. Красивые улицы, красивые дома. Каждый из закоулочек поражается. Смотрите, какая красота. Господи. Умереть, не встать. Слишком красиво, чтобы быть правдой. Очень красивая архитектура. Просто вау. Ну, возле каждого дома можно устраивать фотосессии. Потому что слишком красиво. Тут стоечка, знаете, в клуб. Ну, не театр, я не знаю. Прям как в кино, когда в очереди стоят за такой рамкой. Я так никогда не была. Вроде мелочь. Интересно. Мужчина так стоит сзади, смотрит. Ребята, вам ничего не слышно? Мы в клубе. Тут бесплатные бургеры. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Последний день у нас здесь, он свободный, ну, мне как бы там еще что-то поработено, мне надо будет выложить там вещи подсобирать, это законно. Мы гуляли вчера до часу ночи, наверное, приехали на такси около двух, еще посидели, попили чай, поговорили. Я пока выложила все, было около уже четырех утра, наверное, я опять нифига не поспала нормально и чувствую себя, как вот этот таракан, которого книжкой прихлопнули. Я, походу, еще чуть простыла, у меня это было еще с самолета или с поезда, наверное, еще даже с поезда, когда вот это спишь там, там очень сильно продувает. Поэтому из-за того, что я не спала нормально, организм просто в шоке, я себя чувствую, конечно, ну, прям, понятно, что дома отдохнешь, дома восстановишься, но тяжело просто в себя приходить, лицо вот такое, все болит. Не ною, констатация факта просто. Интересная была тусовка, потому что там очень было много номеров, где танцевали хилсовщики там и такие, как были, как были, такие танцы. А? А, так что же там в ванной. Эти другие стили танцевали, потом певицы были, их местная рэперша была такая прикольная у нее, что они были практически спущены, и в трусах было там. По поводу одежды, вот хочется сказать, что мы обратили внимание, как одеваются испанцы, как одеваются здесь. Ребята, про лифчики я молчу, их практически никто не носит, у всех просвечивается. А то, ну, с меня все в шоке, думают, что я какая-то озабоченная, это не про озабоченность, нет. Девочки некоторые просто в нижнем белье гуляют, в просвечивающемся белье из кружева, то есть представьте, да? И им пофиг, мальчики одеваются необычно, девочки одеваются необычно, на тусовки все разные, все какие-то, ну, все разные, понимаете? И все к этому спокойно относятся и танцуются с разными фигурами. Вы там можете обратить внимание, что девочки там и полнее, и очень худые танцевали, прям вот очень худые. Вот вы говорите, я плоская, но у меня там есть ляжки, да, там такое, а есть прям вот, ну, совсем такие дощечечки, и они танцуют, и мальчики танцуют, и разный возраст. И в этом-то суть, в этом и есть, собственно, выражение какое-то творчества и свобода, потому что люди не зажатые, они не в этих рамках, и это интересно. И поэтому, когда заходишь в комментарии, читаешь вот это, тут то, что тебя лично оскорбляют, ну, меня уже этим не удивить. И он удивлялся, что люди, в принципе, рассказывала, рассказывала, у меня память закончилась на телефоне, надеюсь, что я смогу дописать вот это видео. Короче, я к тому, что не оскорбления меня там сильно удивляют и задевают, а то, что люди в рамках, вот, ограничены в этом плане, это грустно, потому что люди, которые выражаются с помощью одежды, какого-то там образа жизни, не вредят другим, они же, я не думаю, что не заслуживают на такое, да, там, где же вот мужчины на каблуках, там, или то, что я там ношу какой-то топик, запутаю косички, девочки вообще с этого в шоке просто, типа, вот. А там на самой тусовке делали татуировки, ставили скайсы на зубы, у Ксюши, кстати, есть такая штука, это блестящие камушки, такие, ну, не камушки, такие штучки, очень прикольно смотрятся. И люди просто, ну, вот, ну, я не знаю, они просто наслаждаются и никого, я уверена, не осуждают. Ребят, я буду заканчивать это видео, потому что надо собираться, надо идти дальше, жить, жизнь, как-то приходить в себя. Обязательно приходите в Инстаграм, там можно посмотреть танцы с классов, понятно, что у меня еще работы просто вот так над ними, но сам факт, вам будет интересно глянуться, как это вообще все происходит, фотографии там есть, поэтому буду вас там ждать. Спасибо за то, что смотрите, ждите следующего видео и пока-пока. Надеюсь на нормальный комментарий и лайк.